Физкульт привет друзья и ученики! Сегодня будет очередное видео о межпозвоночных грыжах, протрузиях и о том как их избегать и самое главное как от них избавляться. Несмотря на то, что уже у меня четыре статьи есть об этой проблеме и наверное больше десяти видеороликов, мне постоянно приходят письма, меня постоянно спрашивают о том как я избавился, как я продолжаю приседать, делать становые тяги за 200 килограмм. Как я вернулся к этому, как я к этому подошел. Не забывайте, что я также являюсь хоккейным вратарем и постоянно минимум два раза в неделю у меня игры. А вратарь вы знаете это постоянно сел-стал, сел-стал, растяжки и постоянные движения вперед-назад-влево-вправо. Причем не как полевой игрок без остановки я играю не меняясь. Самое главное, что нужно понять и осознать. Если вам повезет найти очень грамотного врача, который вам поможет, по полочкам разложит как и что делать, не будет вас уговаривать забросить тренировки, а в 99,9% случаев именно так и проступают врачи. Врачи просто-напросто не знают, что делать с данной проблемой и естественно они себя оберегают. Обязательно посмотрите данный ролик. Если бы мне данный ролик попался, когда только со мной случилась данная беда, я бы сэкономил огромную кучу времени, денег и всего, что с этим связано. Потому что от лечения врачей мне становилось только хуже и хуже. Мне не помогали уже 7 таблеток самого сильного обезболивающего, который я пил. И я был вынужден сам заняться этим вопросом. Конечно, та гимнастика, которую я вам показывал, очень сильно мне помогла. Я нашел ее в различных источниках, связанных с йогой. За что благодарен также тем, кто пишет статьи о йоге, снимает видеоролики. Я сделал это в свою систему, делал минимум 5 раз в сутки. Мне это действительно помогало. Причем, как я стал делать эту гимнастику, мне сразу же практически через пару дней стало легче. А через 2 недели боли отпустили. Несмотря на то, что до этого я почти 3 года угробил на лечение у медиков. Делал вытяжки, делал различные процедуры, массажи. Сразу хочу предупредить основную массу людей. Ни в коем случае не ходите к мануалистам. Мануалисты могут вам только сделать хуже. Поберегите свое здоровье. О чем сегодняшнее видео? Сегодня я вам покажу без урезаний, чтобы вы увидели, какую тренировку я делаю раз в 5 дней. И специально направленную именно на то, чтобы я мог продолжать тяжело приседать, делать тяги, играть хоккей, активно двигаться. Чтобы, кто бы ни говорил, как бы врачи вам не запрещали заниматься, именно движение спасет вас от боли. Действительно, возможно, мы не сможем избавиться полностью уже от грыжи. А от протрузии я уверен, что мы сможем с вами избавиться, особенно если она в начальной стадии. Но именно эти упражнения помогут вам избавиться от боли. А что самое главное? Самое главное, чтобы мы не испытывали дискомфорта, чтобы не было сильных болей, чтобы нам легко было жить. Давайте посмотрим видео. Из всех врачей, кому я бы не обращался, только одна пожилая еврейка сказала мне, что если у меня уже продолжительный стаж тренинга, я ни в коем случае не должен забрасывать тренинги. Я должен делать упражнения, которые делал. И приседания, и становые тяги. Но, естественно, снизив колоссально веса. И в приседе я убрал до 40 кг, и в становой тяге убрал до пустого грифа. Из этих весов я стартовал и в течение года, чуть больше, вернулся уже к привычным своим весам. И продолжаю дальше тренироваться. Я уже говорил, что данную конкретную тренировку я провожу раз в 5 дней. Я покажу вам ее без обрезания и монтажа, чтобы вы понимали, как она выглядит, сколько повторений, подходов я делаю, как отдыхаю. Сейчас вы видите перед собой тренажер универсальный для экстензий и гиперэкстензий от фирмы Матрикс. На мой взгляд, один из самых удачных тренажеров. Вы можете на нем прокачивать как мышцы пресса, кто любит делать, закрепляя ноги, что именно я не рекомендую. И вы знаете почему, особенно если у вас есть проблемы с поясницей. Но этот станок идеален именно для экстензий спины, а сейчас я делаю именно экстензии. И этот станок очень хорош для гиперэкстензий. Правда, без дополнительного веса. Все-таки чуть позже вы увидите, когда я перейду к станку для гиперэкстензий. После небольшой разминки я перехожу сразу же к этому упражнению. Как вы видите, я установил подушку тренажера на уровне паха, даже чуть выше. Именно это и конструкция данного тренажера позволяет мне не только работать в статическом режиме для длинных мышц позвоночника, но и в легком динамическом. А чуть позже я вам покажу еще вариант экстензии для спины. Именно когда вы будете непосредственно растягивать и сокращать длинные мышцы позвоночника. Напомню, что большинство проблем с позвоночниками и травм происходит из-за щемления, к примеру, нерва, появляются боли. А это происходит из-за спазм мышц ягодичных. А почему это происходит? К сожалению, не из-за тренировок. Тренировками, наоборот, вы напрягаете и после этого спазмы спадают и не появляются, особенно у тех, кто тренируется. Спазмы появляются как раз таки у тех, кто не тренируется и кто долго по многу сидит. Это очень-очень опасно. Нет ничего опаснее для нашего позвоночника, чем долгое сидение. Мы с вами не предрасположены для того, чтобы сидеть на пятой точке. Нет. Именно поэтому я стараюсь больше ходить, больше стоять. И даже сейчас, когда записываю этот ролик, когда печатаю свои статьи, перед компьютером я стою. Прошли те времена, когда я сидел. Потому что я понял и я всегда чувствую, если посижу долго, перенапряжение в пояснице. Данное упражнение застрахует вас от травм поясничного отдела, если их у вас нет. Оно укрепляет мышцы вдоль позвоночника, которые как раз таки и держат эти позвонки. И когда мы с вами в быту, на тренировке, не дай бог, где-то неуклюже как-то наклонимся, неправильно возьмем вес. Как раз таки эти мышцы и будут страховать нас. Но, когда у вас есть уже проблемы, нужно начинать делать это упражнение. Конечно, не сразу с таких весов, как вы видите сейчас в данном видео. Я тоже не сразу к этому пришел. Начинал я делать где-то месяц, я делал 4-5 подходов без веса. Потом брал один блин 20-килограммовый, 25-килограммовый. И работал примерно в 4-5 подходах на 15-17 повторений. Тоже где-то около месяца. И так вот от месяца к месяцу я пришел к тому, что могу делать 180 килограмм в данном упражнении. И часто я это делаю. Что это дает? Как раз таки это дает мне то, что я могу сейчас приседать за 200, тянуть за 200 в становой тяге. И не на один раз. Вы знаете, что я вообще не рекомендую, настоятельно запрещаю даже своим ученикам опускаться ниже трех, а то и пяти повторений. В любом упражнении, какое бы вы ни делали. Это не нужно, во-первых. А во-вторых, это несет в себе риск травмы. Я уже говорил часто, что бодибилдер может вообще обходиться без травм. И нам с вами, людям, посещающим тренажерный зал, ради здоровья, ради красоты, и в приседе, и в становой тяге, не следует опускаться ниже трех, пяти повторений. И никогда в этих двух упражнениях не стоит доходить до отказа, работая именно с такими весами. Всегда работая на силу, на три-пять повторений, нужно как огня избегать отказа. Отказы убивают силу. Так зачем же доводить себя до этого, тренируя свое эго? Поверьте, вокруг всем все равно. Никто из нас с вами не будет работать с такими весами, чтобы окружающие ахнули. Потому что мир уже избалован, и с каким бы весом вы не приседали, или какой бы вес вы не тянули, поверьте, вы не впечатляете окружающих. И не нужно этого делать. И результат будет как раз таки в росте силы и массы в приседаниях и в тяге, если вы будете избегать отказов. С чего нужно начинать в приседе? С каких весов? Во-первых, когда я возвращался, реабилитировался от своих болей, грыж и протрузий, я начинал с фронтального приседа. С 40 кг. Где-то полгода я не приседал больше, чем с 50 кг. То же самое касается и тяги. Тягу я еще больше. Я где-то около года не поднимал больше 60 кг. Избегать следует, если у вас уже есть проблемы, любых упражнений в наклоне. Когда вы статически удерживаете спину под наклоном. Это действительно при наших с вами проблемах будет мешать и будет вызывать боли. А нам с вами этого не нужно. К счастью, сейчас много станков, которые могут хорошо заменить данное упражнение. Сейчас я вам покажу вариант экстензий для спины. Как раз таки, о чем я говорил чуть выше, мы будем работать именно динамически. Видите, мы с вами не производим практически наклон, но делаем практически скручивание для пресса. И именно это растягивает мышцы. Именно это растягивает мышцы поясницы. И поясница работает уже не в статике, а в динамике. И я всегда рекомендую делать после статических экстензий обязательно хотя бы один подход данного вида экстензий. Также если вы еще ближе подвинете упор или подушку, у кого как регулируется тренажер, вы сможете работать больше для бицепсов бедер и ягодиц. А я уже говорил о том, что это тоже необходимо делать для того, чтобы исключить спазмы ягодичных мышц, внутренних тазовых мышц, о которых многие не знают. Но мышцы и спина может болеть у вас не из-за того, что у вас грыжа и протрузия, а именно из-за того, что спазмированы ягодичные мышцы, мышцы внутреннего таза. Это нужно понимать. Сейчас мы с вами двигаемся к гиперэкстензиям. Вы увидите, кто еще не знает, что такое действительно станок для гиперэкстензий. А он отличается от экстензий. Я уважаю многих ребят, многие каналы, но зачастую они говорят тоже чушь. Несмотря на то, что называться канал может научный подход, неважно. Человек теоретик. И он часто говорит глупости о том, к примеру, что быца не работают, или о том, что нельзя делать экстензии, гиперэкстензии для спины. Причем, когда он говорит гиперэкстензии, то подразумевается именно экстензия. Друзья, гиперэкстензии. Вот станок перед вами. Вы видите, я сейчас нагружаю его блинами. Придуман не мной. Изобретен он великим американским, повторюсь, пауэрлифтером Луи Симмонсом. И именно он вернул людей и непосредственно самого Луи к жизни, нормальной жизнедеятельности и в большой спорт. Я лично знаю человека, который серьезно травмировался, получил очень серьезную травму поясницы, сел в инвалидное кресло. Врачи вообще говорили, что он не будет никогда ходить. Но человек экстензиями, гиперэкстензиями не только вернулся к ходьбе, к нормальной жизнедеятельности. Он вернулся в большой спорт и до сих пор выступает на силовых шоу. Это говорит о многом. Это говорит о том, о чем говорю я всегда, что теория без практики – это пустышка, это глупость. И слушая теоретиков, основываясь на каких-то исследованиях, это ни о чем не говорит. Моя практика и практика моих учеников, практика тех, кто видит мои ролики на YouTube, кто читает мои статьи и пишет мне в ответ. А вы видите это в комментариях здесь на YouTube, на моем сайте, в группе ВКонтакте, в Одноклассниках, на Facebook. Все это в открытом доступе. Уже больше 600 человек вернулось к спорту, к нормальной жизнедеятельности. Начали приседать снова, делать становые тяги. И благодаря именно экстензиям и гиперэкстензиям. Кстати, если я провожу такую тренировку, я часто вместе с экстензиями и гиперэкстензиями прокачиваю мышцы голени. Очень это удобно, потому что кровь вся направляется именно в заднюю часть. И помимо голени также прокачиваю бицепс бедра. А вы знаете, что гормоновыбрасывающие упражнения очень важны для натурального атлета. А экстензии и гиперэкстензии с такими весами выбрасывают огромное количество гормонов. И глупо не воспользоваться этим. Обычно я делаю голень и бицепс бедра после гиперэкстензии. Но частенько вставляю между экстензиями и гиперэкстензиями. Но всегда, всегда в первую очередь я делаю экстензии. Я настоятельно рекомендую каждую вашу тренировку начинать с экстензий, а заканчивать гиперэкстензиями. Не в таком жестком режиме, как вы видите на сегодняшнем видео. Я пришел к этому уже давно. И когда у меня тренировка спины, ног или дельт, я тоже не провожу именно в данном варианте эти два упражнения. Нет, после разминки я делаю три подходика экстензий. Чередуя их, делая сначала экстензии обычные. В следующий раз я сделаю экстензии скручивания. А в следующий раз я сделаю экстензии для бицепсов бедер и ягодичных мышц. Но всегда стараюсь практически заставлять себя не лениться заканчивать тренинг гиперэкстензиями. Повторюсь, потому что любая нагрузка, любая жизнедеятельность наша с вами направлена, не направлена, а вызывает компрессию наших позвонков. Данный станок, наоборот, работает на декомпрессию. И только он. Вы можете его сравнить с вытяжкой. Старайтесь слазить с тренажера плавно и аккуратно, чтобы не навредить себе. Не форсируйте, не спешите. Обращайте внимание своих девчонок или жен на эти два упражнения. Обязательно. Они позволят не только сохранить им и вам здоровую спину, но с помощью этих тренажеров девчонки могут очень хорошо прокачивать ягодичные мышцы. Кстати, многим парням это тоже необходимо. Мы не говорим сейчас, когда говорим о парнях, о эстетике. Мы говорим именно о здоровье. А когда мы говорим о девчонках, конечно же, мы говорим и о эстетике, и о здоровье. Понимаете, вы будете убивать сразу двух зайцев. Сколько живу, сколько тренируюсь, сколько знаком с данным станком, еще никто пока не может сделать столько же рабочих подходов, рабочих повторений с таким же рабочим весом, как и я. А мой рекорд пока 220 килограмм на 12 повторений. Вот вам и секрет, ребята, почему я до сих пор приседаю, почему я делаю становые тяги, как у меня это получается. Вы постоянно мне пишите это в комментариях. Конечно, напомню в очередной раз вам о своей гимнастике. Она есть на этом канале уже, наверное, в пяти или шести видеороликах. Набирайте в поисковике и найдете. Обязательно тренируйтесь. О чем еще хочу сказать, и что очень важно. Нужно ли тренироваться через боль? Вот здесь нужно понимать, это тонкая грань. Через боль тренироваться нельзя. Но если вы будете ждать, когда у вас пройдет боль, вы тоже этого можете не дождаться. Вот в том диапазоне, когда вы можете выполнять упражнения, экстензию, гиперэкстензию, при том, что ваша боль не усиливается, а находится в спящем режиме или в обычном для вас режиме. Вот именно в этой амплитуде и работайте. И вы увидите, что боль быстро очень начнет сходить на нет. Если вы чувствуете, что в машей мышце позвоночника после того, как вы сделали экстензию или гиперэкстензию, такое чувство, как будто вставили два металлических прута, то так и должно быть. Не переживайте. Работайте, друзья, но, повторяюсь, не через боль. Не переходите за порог вашей естественной боли, но работайте даже при болевом режиме. Естественно, при этом можно и нужно приседать, но с пустым грифом, либо с 40 килограммами. Обращаю на это ваше особое внимание. Ни в коем случае не воспримите мои слова к тому, что вам нужно мощно прям сразу же начать приседать, делать становые тяги. Нет. Главное не отказываться от этих упражнений. Продолжать их делать. Но пусть это будет пустой гриф от штанги. Делайте. Для вашего организма это уже привычно. И мы с вами говорим, конечно, о тех, кто занимался уже больше года. Те же, кто никогда не делал становую тягу и присед и получили такую проблему. Вам, конечно, сначала необходимо полностью избавиться от боли. Перед тем, как начать приседать и делать становые тяги. Но экстензии и гиперэкстензии. То, что вы видите сейчас на видео. Найдите мою гимнастику. Все это нужно делать. Еще задается вопрос по поводу хруста в позвоночнике, когда делается моя гимнастика. Да, это нормально. И у меня такое бывает. Потом со временем он пройдет. Не бойтесь, не переживайте. Не сломаетесь. Но ни в коем случае не ходите к мануальным терапевтам. На массаж можно. Но, друзья, я настоятельно вам рекомендую не посещать мануалистов. Мануалист может навредить. И очень серьезно. И я не хотел бы, чтобы это с вами было. Поэтому давайте подходить ко всему разумно. Давайте понимать, что если сработала эта методика на мне, она помогла уже, как я говорил, больше чем 600 людям, как парням, так и девчонкам, как мужчинам, так и женщинам. Значит, поможет и вам. Разумный подход, систематичность, правильное питание, прогулки перед сном, много воды и вы будете здоровы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok